В Тверской области проходила научная конференция, посвященная вопросам обеспечения средствами индивидуальной защиты работников в условиях действия санкций. Мероприятие было организовано Кимрской фабрикой имени Горького. Участники смогли обсудить актуальные вопросы в этой сфере и обменяться опытом. Научная конференция проходила в течение двух дней. На нее прибыло более 50 человек из разных компаний и организаций, в том числе и госкорпораций. Мы пригласили сюда множество наших коллег, основных потребителей средств индивидуальной защиты. Это такие госкорпорации, как госкорпорация «Росатом», «Еврахим», «Мершаде», «Сурек», «Металл Инвестор». Это компании, которые потребляют огромное количество средств для защиты здоровья работников. Для всех участников конференции организовали экскурсию по фабрике. Много лет на потоке производства легендарный респиратор «Лепесток-200» и ряд других моделей респираторов на его модификации и респираторов под брендом «Спира». А на автоматической линии собирается партия СИЗО – респираторы «Спира-1000». Презентуем сегодня линейку респираторов «Спира-1000» облегченных, которая имеет больше всего сертификатов, как медицинское изделие зарегистрировано, как промышленный респиратор «ФФП-3». Планируется регистрация его как респиратора для защиты от радиоактивных аэрозолей. Участники экскурсии отметили, что сейчас отечественные производители смогут заменить импортные СИЗО. Кроме того, в этом году на предприятии запустили масштабный проект по складским помещениям. Сейчас мы работаем в различных отраслях, начиная от медицины, промышленности, горной добычи, металлообработки, в нашем строении. Для всех производств у нас есть индивидуальный подход и средства индивидуальной защиты. К слову, на фабрике производят не только респираторы, но и специальные комбинезоны и костюмы. Мне понравились плащи для дождя. Наши люди, которые обслуживают инфраструктуру, выходят в любое время на улице снег и дождь. Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.